Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. У нас продолжаются наши новогодние каникулы. Но я хочу сказать вам коротко, что мы должны уже сделать в январе. Хотя сеять безусловно еще рано, даже думать об этом не стоит. Но есть для огородников вот такие хлопоты приятные, которые лучше сделать в январе. То есть в январе мы уже должны заготовить и приобрести все удобрения, сейчас я вам перечислю, что сюда входит, которые в течение летнего сезона нам потребуются. Почему делать нужно это именно в январе? Ну просто-напросто, потом, когда будет весна или лето, и вот вы подойдете, например, к своим посадкам, нужно уничтожить, обработать тлю, или нужно обработать растения от болезни, препарата нет. У некоторых садовые магазины эти очень далеко. И поймите, поверьте мне на слово, что из-за одного, из-за двух каких-то удобрений или препаратов, вот этих, ну, все, что нужно, ехать нет смысла. Это нерентабельно, нерациональное использование времени. Я вам вообще советую сделать большой список и купить все в один раз. Что вы должны купить? Вы должны сами подумать. Например, если у вас в огороде бедные грунты, или если у вас почвенные, вот эти смеси недостаточно удобренные, то вам пригодится нитрофоска. Это комплексное удобрение. Я рассказывала о нем, что нитрофоской подкармливаем мы рассаду. Потом нужна будет и аммиачная селитра. Это весной, на случай заморозка, вдруг какие-то листики подмерзнут. Аммиачная селитра мы немножко поливаем, когда нужно ускорить рост нашей рассады. Нужен и суперфосфат, который обычно мы добавляем в лунки. И если у вас, опять же, не очень плодородная земля, то все эти вещества нам понадобятся. Дальше, все те, которые помогают бороться с грибковыми заболеваниями, и медный купорос, и железный купорос, все это вы должны решить, будете ли вы этим пользоваться. И если будете, то внести в свой список. Желательно для борьбы с всякими вот такими натуральными, вот, например, пользуются черным перцем, потом красным перцем, потом зола. Вот эти натуральные, которые, если вы предполагаете их использовать, их нужно покупать заранее. Потом у нас различные органические удобрения. Это я вам говорила про минеральную, про нитрофоску, про эту селитру. Органика, вот та, которая черная в жидком виде, которая в сухом виде не продается, она вам понадобится для подкормки рассады, и потом, если вы планируете подкармливать, например, томаты в теплицах, как-то через капельный полив или как, это тоже нужно заготавливать все сразу, и желательно одним, все это одним днем, одним списком. Когда вы составлять будете один список, вам будет видно, что вы упустили. Сразу же нужно приобретать стимуляторы роста. Они понадобятся нам для выращивания рассады. Это есть и энерген, и эпин, и циркон различные. Сразу же средства для, если у вас теплица, для увеличения завязи. Вот то, что мы делаем обработки, опрыскивания. Короче, вы должны все подумать, все, что нам нужно. Когда вот для этого список составили дальше, для борьбы с различными болезнями. Если вы приемли те употребления, таких как ордан, хом, бордовская смесь, нужно тоже посчитать количество ваших питомцев, сколько вам нужно на сезон, и купить все сразу. Это будет и удобнее, и надежнее, что вы будете знать, что у вас всегда на крайний случай вот это все есть. Потом, если вас в прошлом году, вот у нас в позапрошлом году в теплице нас мучили мыши весной. Когда снег весь растаял, они вышли вот откуда-то с укрытий. И я когда садила ранний лук в теплице на зелень, они сгрызли мне все луковицы. Нам пришлось клеевые ловушки ставить. Если у вас есть такое нашествие мышей, то нужно или какие-то капканы, или клеевые ловушки, или какие-то приманки, все это нужно готовить. И, конечно, средства, вот эти инсектициды для борьбы последующей, с тлей, что там у нас, с паутинным клещом, все это такое, как фитоверм, актарас с этим, с колорадскими жуками, все запасать заранее. И вы же знаете, что колорадский жук у вас все равно будет. Будет. Значит, средства нужны. Потом. Январь это тот месяц, когда тем, у кого нет почвенных смесей, пора пойти в магазин их приобрести. Если вы приобретаете готовые почвенные смеси, вам не нужно туда добавлять никаких удобрений, они просто у вас будут лежать, вы будете знать, что они у вас готовы. Если у вас домашние смеси собственного приготовления и недостаточно они питательные, то нужно уже в это время заносить, размораживать землю и удобрять. Добавлять все удобрения в соответствии с тем недостатком, который вы знаете. Кто-то добавляет золу, кто-то добавляет и суперфосфат, и метрофоску. Это все зависит от состава грунта. Если грунт очень хороший, ничего не нужно. Конечно, январь, это тот месяц я уже показывала, когда мы готовим тару, когда мы считаем, хватит ли нам лотков, хватит ли нам стаканчиков, торфяные таблетки, кто в чем выращивает. Все кассеты, все это нужно посмотреть, провести инвентаризацию. И конечно, вот я сейчас сижу, копаюсь, ой, и конечно, самое приятное, это провести инвентаризацию наших семян. Нужно проверить все. Я вот сейчас перебираю те семена, которые вновь докупила, новые. Читаю характеристики, распределяю, какие можно в теплицу воткнуть, какие оставить на улице. Мы проверяем старые свои. Если у вас есть заряжи старых семян, нужно в январе проверить их всхожесть, посмотреть, хватает ли вам ассортимента, и возможно, прикупить какие-то новинки. Потому что селекционеры наши нас радуют, все новыми и новыми сортами. И один, два, три сорта новых нужно всегда добавлять к своим старым коллекциям. Ну и конечно, просвещаться. Январь, сейчас новогодние каникулы. Самое удачное время, чтобы что-то новое узнать, почитать. Я вот всегда покупаю новые печатные издания. Вот в этот раз, видите, какая толстая книга. Купила еще одну энциклопедию для сада и огорода. И вот вечерами, в такие свободные праздничные дни, лежу и зачитываюсь. Читаю сказки о растениях. То есть, мечтаю, что когда-то и у нас в Сибири будет вот это все, о чем описано. Некоторые мы вообще не выращиваем. Будет все это расти, люди научатся. Когда-то у нас виноград не могли вырастить. Сейчас и виноград, и яблоки. Все мы выращиваем. Когда-то у нас, наверное, будет все, что в этой большой энциклопедии, и все будет у нас произрастать. Желаю вам тоже удачи в новом сезоне. Январь, это тот месяц, вот как раз, как предвкушение перед праздником, как перед Новым годом. Январь мы все готовим, все перебираем, планы строим, рисуем. Все в феврале, у кого есть теплицы, начнем все притворять в жизнь. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это о тех заботах, о тех приятных хлопотах собдовода, которые мы должны сделать уже в январе.